В Твери на месте строительства спортивного центра по видам гребли на Волге проходят археологические раскопки. Здесь историки обнаружили за несколько дней древний некрополь. Предположительно, захоронение датируется XVI веком. Об обнаруженных находках расскажет наш корреспондент. На территории проводились археологические исследования, в рамках которых и были выявлены разновременные отложения. Для того, чтобы их изучить, верхний слой земли, датированный XX-XXI веками, осторожно сняли экскаватором. Далее специалисты работали уже вручную. Пластами по 10 сантиметров археологи расчищали почву, фиксировали находки. На глубине более метра и обнаружили могильные ямы. Здесь кладбище никто не предполагал, что будет, потому что сведения о храмах средневековых у нас очень скудные. Здесь, видимо, тоже какой-то находился храм. Чтобы определить возраст, пол и причину смерти, найденные останки передадут антропологам. В камеральной лаборатории проведут многочисленные исследования, в том числе спектральный и структурный анализ. Однако археологи предполагают, что люди были похоронены в деревянных гробах. Умершие похоронены в каких-то, судя по всему, в дощатых гробах. Но сохранился от них только тлен. Просто по форме тлена можно сказать, что, скорее всего, это были дощатые гробы. Безинвентарные. Никакого инвентаря при них не обнаружено. Что, собственно, характерно для данного периода. Приблизительно захоронение датируется XVI веком. По словам археологов, в этом месте параллельно Волге были расположены жилые деревянные дома. А рядом, по всей видимости, находился некрополь. Здесь же обнаружили основание древнего храма. Предметы старины – глиняную посуду. Это кухонная посуда. Она бывает еще и столовая, но горшки с нагаром – это кухонная посуда. Вместо современных кастрюль, вместо чугунков. Как раз по форме своей очень походили на своих предшественников керамических. Как говорят археологи, это могут быть не последние останки, найденные в ходе строительных работ. Предполагается, что на этом месте и раньше располагался погост, который примыкал к деревянной церкви. Редактор субтитров А.Семкин